самоизоляция закончилась в москве что же это такое было спросите вы но я тоже спрашиваю что же это такое было два месяца посидели дома кто-то действительно эти два месяца просидел дома кто-то даже потерял работу кто-то продолжал работать а кто-то такие как например службы доставки наоборот за эти два месяца самоизоляции только набрали в силе и вот сегодня 9 июня господи жаркий день лето пришло и первый день свободы так скажем но здесь только есть одно но дело в том что вчера был последний день карантина вчера я тоже снимал видео я даже об этом делал пост в инстаграме кто не знает у меня есть инстаграм можете подписаться этом выкладывая посты один раз на 0 лет в 5 и вот так получается то что в этом видео будет последний день работы в достависте в карантин и первый день после карантина скажем так поэтому 8 июля швейное объединение вымпел где-то в совеловске всем привет это видос про достависту но но не только в этом видео мы посмотрим на уникальное место в москве там корабли проплывают над автомобильной дорогой ну по крайней мере когда-то такое было не не знаю что там сейчас посмотрим сегодня но достависта за заказами хорошо спасибо я за заказом достависта забрал я первый заказ значит и сейчас я вам его покажу только нужно найти тихое уютное местечко какой ржавый шлагбаум так вот это что такое в сторону и так значит нахожусь я вот здесь еду я вот сюда если более конкретно то закат стоит кстати 200 рублей это немного это это просто капец как немного еду я на сходнинскую а сам собственно маршрут будет выглядеть примерно вот так 18 минут было бы на машине но так как я пойду на общественном транспорте вариант 1 сяду на электричку доезжаю до до станции покровская стрешнего и там на троллейбусе или вариант 2 прямо отсюда поеду на троллейбусе а чтобы выбрали вы но я поеду на поезде и я как-то неудобно вышел мне нужно пройти на платформу гражданская но блин в какой-то момент я повернул не туда что ж теперь придется идти по путям осторожно двери скриваются Вот это парк Там сейчас, наверное, так классно птички поют Прямо слышно Вот это Волоколамское шоссе, мост И мне сейчас нужно на автобусную остановку Куда-то вон туда Через парк Здесь я впервые точно Так А куда идти? Хрен его разберешь Ладно, пошел я разбираться, куда мне идти дальше Мы прерываем наш репортаж на экстренный выпуск не новостей Как многие из вас знают, я работал в Delivery Club И Delivery Club мне предоставила для работы электросамокат И, кстати, я сейчас в том самом месте, где я делал видеообзор этого самоката А вот, кстати, и он А дело все в том, что он заболел Во-первых, вот Ну, это я вам уже показывал, да? Нужно где-то сделать вот эту шняшку Но это еще не все Опять спустилось колесо И чтобы его накачать, нужно его снять Но это у меня не получается Так как вот эта втулка Она, в общем, закисла и не выкручивается Скажите мне, где можно недорого все это починить? Во-первых, самому кататься А во-вторых, мне его нужно ведь сдать А прежде чем сдать, нужно его починить И сейчас бы я поехал на нем домой Но не получается Поэтому придется мне его запихнуть в багажник вот этого автомобиля А это каршеринг И сейчас рекламная пауза Итак, я думаю, уже все знают, что такое каршеринг Но для тех, кто не знает Каршеринг это поминутная аренда автомобиля С помощью приложения То есть вы скачиваете в телефон приложение Дилимобиль Регистрируетесь там И если вам от 19 лет и стаж вождения от 1 года А это минимальное требование для регистрации То вы можете арендовать автомобиль хоть на 1 минуту В чем преимущество? В том, что, во-первых, вы не платите за парковку А в Москве, как вы знаете, парковка очень дорогая И она практически везде платная Вы не платите ни за страховку Вы не платите ни за бензин, ни за ремонт Ну и, конечно же, что немаловажно В наших сегодняшних условиях Вы в автомобиле будете один Не нужно надевать маску А машинка, кстати, новая Смотрите, пробег 1 тысяча километров Но самое главное Если вы регистрируетесь в Дилимобиль По моему промокоду То вам на баланс падает 500 рублей И эти деньги идут на оплату 50% Каждой вашей поездки В пределах этих 500 рублей Разумеется Пробка На чем я никогда не поезжу Так это вот на таких вот аппаратах В общем, все ссылки будут в описании А мы продолжаем Полный штиль Вообще ветра нет А это канал имени Москвы Или река Химка Вот это Но, судя по картам, это одно и то же Но я, конечно же, могу и ошибаться Но вот это точно канал имени Москвы Который вырыт По-моему, во времена Сталина еще Для того, чтобы соединить реку Волгу А Волга там очень далеко В сторону Твери И реку Москва Которая как раз-таки в той стороне Реку Москва или реку Москву Вот здесь опасно, конечно Вот дальше уже не пройти Но я знаю еще одно место Как попасть туда Да Да, да, вот оно Вот оно, это место И здесь мы сейчас пойдем прямо над рекой Слева колючая проволока Справа колючая проволока А впереди нас ждет Некий тоннель Который весь закрыт сеткой при этом Класс Вон там что-то сливают И если честно Это напоминает Какие-то помои Неприглядный видок, конечно Но если смотреть вдаль То все не так уж плохо Вон там что-то роют А это ЖК Алые паруса И как-то был случай Там упал лифт с пассажирами Ну не будем о грустном Что у нас на этой стороне А вот собственно и сама дамба Я хотел сказать дамба Это шлюз Здесь когда-то плавали корабли Сейчас, конечно же, очевидно Давным-давно никто не плавает Однако ворота в довольно хорошем состоянии Вроде как Я бы вот здесь прошелся бы еще Но нельзя Эта сетка, видимо, против самоубийцы, да? А нет, не заброшка Здесь есть люди Люди имеются в наличии Течения давным-давно нет Все просто тухнет, цветет И вот оно, болото Внимание, я увидел отверстие Специально для фотографов Заметно, да? И какой же это кайф Выйти на улицу в такую солнечную, теплую погоду Идти прямо под горячими прямыми лучами солнца После длительного нахождения дома Я вот прям иду и ощущаю на себе воздействие витамина D Наслаждаемся Аж голова закружилась От избытка кислорода Кайф Очень часто вижу в Москве дома Вот подобные конструкции Чтобы была вот такая вот перекладина Перемить арка На очень высоком к тому же этаже И там живут Интересно А вот это здание Это какой-то военный госпиталь Здесь я очень часто раньше бывал Когда работал на своей позапрошлой работе Это было уже давным-давно Ностальжи прям Красота У меня конечно самоизоляции не было Потому что я работал Зум покручу сейчас Все Я работал У меня не было никакой самоизоляции Но все-таки у меня работа Дом И больше ничего не было Только вот эти два места А вот сейчас Повторюсь Кайф Опа-на Смотрите как внезапно Шел-шел И только сейчас заметил Что здесь канал прерывается Дальше реки нет Так ну-ка 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 Что там происходит Итак Значит Здесь канал прерывается И как видно Вода когда-то была намного выше И сейчас она где-то там А вот там вообще все перекопано Мне кажется Это все будут переделывать И скоро здесь опять начнут ходить корабли Потому что Это все-таки важно А как мы знаем У Москвы Деньги Есть Да-да Я был здесь буквально полтора года назад И вот это все было под водой А сейчас здесь происходит полная реконструкция И да Это то самое место О котором я вам сказал в самом начале Здесь плавали пароходы Над дорогой Потому что дорога вот здесь Мы стоим над туннелем И я хотел вам показать воду над дорогой Но получилось Что здесь воды оказывается нет Но рано или поздно Сфотографирует вас Ну и вот так еще Все Пожалуйста Да не за что Спасибо Вот так Помогаем людям делать фотографии Так вот Я сегодня приду домой Все про это узнаю Мне очень интересно Что же здесь будет И когда все это откроется По-любому Я сюда приеду еще Ого Итак Вот сюда я пришел Нужно только найти теперь вход Я думаю он где-то здесь Так Вход нашли Теперь я думаю нужно созвониться С клиентом Да Действительно Номер набирается без восьмерки А начинается с цифры 7 Нужно поставить плюсик Вот Как-то так Поехали Добрый день Это доставка Ну вы же не думаете Что я терял время Гуляя вдоль речки Конечно же я его Сейчас вот я его передал И сейчас я пойду Гулять вдоль речки Но Обновляем Доступно 100 заказов То есть в принципе Работать можно дальше Если бы главной темой Данного выпуска Была бы Именно Работа в достависта Но это не так Поэтому Пойду я сейчас В ту сторону На набережную Канала имени Москвы Я действительно хотел Посвятить видос Этому сооружению В Москве Но я подозревал Что чего-то не хватает И когда я уже все отснял И еду домой Я читаю новости То что с завтрашнего дня Отменяют в Москве Самоизоляцию И тут я понял То что На этом видос Точно не заканчивается И вот Я еду на каршеринге Все вот эти люди Уже Вышли на улицу Без пропусков Старый мир Походу Вернулся Возможно Ненадолго Но тем не менее Я уже Ищу место Для парковки Потому что Я приехал На первый заказ Естественно Я весь заказ На каршеринге Делать не собираюсь Это очень дорого Я просто приехал На первую точку Да Вот этот дом Который мне нужен Алло Да Здравствуйте А я Хорошо Сейчас буду Это позвонил Уже заказчик У которого я сейчас Вот здесь В этом доме Буду забирать заказ Нужно подняться На 10 этаж Ну квартиру Я вам не стану говорить И что я тут буду Забирать Пока что Тоже не знаю Сейчас узнаем Здравствуйте Здравствуйте Вот такая штучка А что это такое Давайте проверим Часто пишут А что если там наркотики Так вот Это у нас Просто открытка Итак 146 рублей Переводом на баланс Переводом на баланс Это означает то Что деньги придут мне На карту В понедельник Детали заказа Посмотрим Что они тут отметили Документы До 1 килограмма Ну допустим Откуда я еду Метро Петровский парк И куда я еду Метро Охотный ряд И несмотря на то Что самоизоляцию Отменили Масочный режим Пока что еще Никто не отменял И поскольку я иду В метро Это Динамо Я в маске В перчатках И заодно Посмотрим Обстановку В метро В первый день Свободы Я только недавно Делал видео Последний день Свободы А теперь Первый день Свободы Прикольно Скажем так Людей в метро Чуть больше чем было Допустим Вчера Но все равно Их очень мало А вот в центре города Уже люди ходят Ну что я скажу В метро людей Все еще немного Ну а мы Собственно Прибыли Вот этот дом Нужен Тверская Дом 9 Строение 7 Вход Я предполагаю Где-то вон там Бизнес-центр Эко-офис Да, это он и есть Новый гелик Безумно дорогой И Очень интересный Конечно дом Изогнутый Но вот по этой лестнице Можно подняться На крышу Делать этого Я естественно Не буду А будет что делать Заходить Здравствуйте Спасибо большое А плату будет Через приложение Через приложение Да У нас Безнамо Все хорошо Да Ну я надеюсь Мне клиент Не поставит Плохую оценку Девушка Вроде была хорошая Итак Заказ Выполнен Ну пожалуй На этом все В том плане Что в этом видео Заказов Я больше делать Не буду Ибо Хронометраж И так уже Затянутый Осталось только Показать Как же выглядит Доставка В первый день Свободы Итак Мне самому интересно Хотя я уже видел Конечно Что мы видим Доступно 100 заказов Ничего не изменилось Как вчера было 100 заказов Так и сегодня Тоже 100 заказов По моему Достависта просто Не справляется Со своими Так сказать Обязанностями А я собственно Уже закончил Я поехал домой Монтировать Этот длиннющий видос Пишите ваши комментарии По всему тому Что вы только что видели Ну и пока Пройду-ка я себя По центру Так давно Я не гулял По центру Кстати Вот я сейчас Шел по Тверскую И прям Очередной кайф Как вчера был кайф Выйти на природу Так сегодня Кайф Выйти в центр города Потому что Последние месяцы Как я уже сказал Работа Дом Спальный район Спальный район Ух А вот это Центр Ну все Все Субтитры сделал DimaTorzok